Доброе утро! В эфире Анфас, в студии Николай Анисимов. Время чудес и исполнения желаний. Самый масштабный марафон добра, республиканская акция «Наши дети» уже четверть века помогает сделать счастливее мальчишек и девчонок по всей стране. К новогодним поздравлениям традиционно присоединяются и военные. Они посещают детские дома, интернаты, больницы и приемные семьи. На одной из таких встреч побывала наш корреспондент Светлана Смык. В новогоднем празднике все как в сказке. Нарядная елка, яркая мишура, детские рисунки. В коридоре суета. Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов готовится ко встрече с давними друзьями. Командованием военно-воздушных сил и войск ПВО. Уже много лет в преддверии такого прекрасного праздника, как Рождество, Новый год, личный состав командования военно-воздушных сил и войск ПВО посещает этот центр для того, чтобы просто увидеть детей, показать, что мы вместе с ними. Пожелательным, естественно, конечно, здоровья. И просто показать, что мы рядом, сильное плечо всегда здесь. Реабилитационный центр – уникальное учреждение. За год лечения проходят больше тысячи ребят с заболеваниями нервной и костно-мышечной систем. И чудеса здесь не редкость. Дети встают с инвалидных колясок, начинают говорить и становятся ближе к выздоровлению. В 2020-м у 12 маленьких пациентов получилось самостоятельно сделать свои первые шаги. Самое важное и самое особенное, когда к нам приходят генералы, когда приходят к нам люди в погонах, отрываясь от столь сложной такой вот обыденной жизни, они дарят свою любовь, свое сердце в унисон, оно стучит с нашими детьми. И дети с нетерпением ждут нашу команду ВВС, наших ближайших друзей, потому что это настоящие волшебники. О своих достижениях и новых победах ребята рассказывают шефам в погонах с порога. Предлагают сорвать с дерева желаний, которое создавали все вместе, листочек с добрыми предсказаниями на следующий год. В актовом зале уже ждут военные артисты, концертная группа ВВС и войск ПВО. Специально для новогодней встречи они подготовили программу «Дорога добра», основа которой детские песни. Через пару номеров даже самые стеснительные активно подпевают, а некоторые даже поднимаются на сцену, чтобы потанцевать. Мы хотим настроить наших друзей на доброту, на восприятие тепла, чтобы они сами несли тепло в следующий год, чтобы были настроены на выздоровление скорейшее, чтобы все у них получалось, все было хорошо, и успехами, чтобы они радовали своих мамочек и воспитателей, и врачей. Новый год – праздник волшебства. Это особое время для детей. Конечно, несколько радостных часов в кругу друзей не заменят для них месяцы реабилитации. Однако наверняка усилят ее эффект. Ребята рассказали, что за долгие годы в центре сложилась традиция. В письме Деду Морозу они не просят подарков, а сами дают обещания на будущий год. И у всех оно одно – выздороветь. Когда Новый год приходит в Беларусь одними из первых, его в буквальном смысле встречают подразделения ВВС и войск ПВО. Сотни военных в праздничную ночь выполняют задачи боевого дежурства и следят за воздушными рубежами страны. Сергей Чураков познакомился поближе с работой «Стражей неба». Подразделения противовоздушной обороны видят каждый уголок белорусского неба. Любой объект, который пересекает границу, идентифицируется. И даже если бы Дед Мороз на волшебных санях летел к нам, первыми бы его увидели и сопровождали электронные глаза локаторщиков. Системы ПВО отслеживают суда по принципу «свой-чужой». Каждый борт имеет уникальный номер. Если его нет в графике полетов, объект автоматически определяется как нарушитель. Данные о нем поступают на командный пункт радиотехнической бригады. Мы выполняем боевую задачу практически во всех областях нашей страны. Ежедневно у нас заступает практически от 150 до 200 человек личный состав дежурного боевого расчета, который выполняет задачу по ведению радиоакционной разведки, обнаружению и выдаче информации на вышестоящие командные пункты. Современные технологии позволяют за доли секунды сканировать огромные области, обрабатывать и анализировать информацию о воздушной обстановке. Новинки тестируют в самых сложных условиях – на учениях и тренировках. Прошедшие испытания образцы поступают на опытную эксплуатацию. И только пройдя все ревизии и проверки, техника становится в строй. Мы получаем новые образцы вооружения и военной техники. Такие, как противник, буквально недавно был принят на вооружение и введен в эксплуатацию. Также мы принимаем П-18БМА на вооружение и ПРВ-16БМ. Одна из инновационных систем, заступивших совсем недавно на боевое дежурство – трассовый радиолокационный комплекс СОПК-2. В нем реализован весь необходимый для радиотехнических войск функционал, что заметно расширило возможности подразделений. Данный радиолокационный комплекс пришел на замену радиолокационной станции П-37Р3. Данный комплекс во много раз выигрывает в своих тактико-технических характеристиках. Станция является трехкоординатной. Комплекс имеет сразу несколько дублирующих систем и программу собственной диагностики. Если выходит из строя один из элементов, автоматически включается другой. Так что данные дойдут до адресата со стопроцентной гарантией – быстро и без искажения. Дизель здесь автомат. В модульном аппарате стоит бесперебойник, как на компьютере. То есть при пропадании промсети 15 минут он может как источником питания служить. А за 15 минут дизель автоматически запитывает станцию. СОПКО способна заменить сразу несколько станций. Она легко сопрягается с другими цифровыми системами «Стражи неба». А еще может выступать в качестве метеостанции для авиаторов. В электронную систему встроен автономный анализатор погодной обстановки. Он проводит ее мониторинг и выдает подробный прогноз. Оперативные данные о погоде требуются, когда в небо подымается дежурное звено истребителей. Это первоочередная мера пресечения нарушителя в воздушном пространстве. А вот если угроза очевидна и требуются радикальные меры, в дело вступают зенитно-ракетные войска. Самая дальнобойная система, стоящая на вооружении белорусской армии – это комплекс С-300. Ракетчики – основная ударная сила противовоздушной обороны. В их составе десятки различных боевых единиц. Ежегодно дивизион выезжает на полевые выходы. В ходе полевых выходов мы отрабатываем задачи выполнения боевого дежурства в различных условиях обстановки. Перевод техники в боевое положение, в походное положение. Отрабатываем нормативы, которые мы не можем выполнить в пункте постоянной дислокации. Также могу отметить, что 1-й дивизион уже начался готовить к тактическим учениям с боевой стрельбой на полигоне Российской Федерации «Ашелук». И наши расчеты на своей же технике будут выполнять там задачи. У С-300 высочайший искусственный интеллект. Система может одновременно обстрелять несколько целей. Управлять комплексом способен только высокообученный боевой расчет. В нем преимущественно офицеры. Учеба на факультете противовоздушной обороны, военной академии, одна из самых сложных. Нужно изучать очень много схем, электрических сетей, локаторов, систем. Выдерживать на учебу учебную нагрузку не все, только те, кто способен к точным наукам. У заместителя командира батареи Владимира Ляховца за плечами сотни часов боевого дежурства. Пуски ракет на полигонах Российской Федерации. Опыт, полученный в астраханских песках, считает уникальным. Только тогда, когда ты понимаешь, на что способен твой комплекс, ты ощущаешь адреналин боевой работы. Есть СС, цель в зоне, пуск. И после этого ты ощущаешь дрожь земли от взлета ракеты. Промах в норме, расход одна. Только тогда ты понимаешь, что такое С-300 и что такое ПВО. Для ракетчиков нарушитель воздушных границ – маленькая точка на индикаторе кругового обзора. Будь то самолет, беспилотник, крылатая или баллистическая ракета. Расчеты сумеют остановить их при необходимости. Мы выполним любую задачу по обнаружению, уничтожению воздушной цели противника в любых условиях установки днем и ночью. Система безопасности Пятого океана работает по формуле 24 на 7. И даже в дни новогодних праздников, когда на воздушных магистралях движение немного утихает, бдительность расчетов ПВО остается неизменной. На отметке 100%. Даже в предпраздничные дни на полигонах продолжается активная учеба войск. На огневых рубежах и директрисах мотострелки выполняют упражнения контрольных стрельб. Наша съемочная группа выехала под Барановичи, где тренируется царица полей. Подготовка мотострелков – процесс сложный и многогранный. Изучение оружия, тактики, действия при боевых машинах в условиях интенсивного противостояния. На занятиях отрабатываются все варианты. На данный момент экипажи выполняют вождение, упражнение контрольных стрельб без вооружения БМП-2. По загрузке сокращенного боекомплекта и отрабатываются вопросы разведки цели наблюдения. В арсенале каждого отделения – боевая машина пехоты. Она доставляет мотострелков к месту выполнения задач, поддерживает огнем. Десант, в свою очередь, прикрывает технику от неприятельских гранатометчиков. Проводится тактическая подготовка, вождение боевых машин, где разворачиваются колонны. Также стрельба ведется с ходу, спешивание. Пехота занимает свои огневые позиции. Также идет у нас огневая подготовка. Это стрельбы тоже, движения с места. Лейтенант Дмитрий Ванюк – выпускник военной академии 2020 года. С техникой офицерка, говорится, на «ты». Это помогает завоевать авторитет у солдат. Но универсального ключа к умам и сердцам подчиненных нет. Требуется индивидуальный подход. Дмитрий сумел найти общий язык с каждым военнослужащим и сплотить взвод. Основной принцип – делай, как я. На директрису БМП командир выходит первым. Когда я пришел только сюда служить, еще курсант, лейтенант, для меня было сложно понять, кто на что способен. Но сейчас уже я могу сказать уверенно, что мой взвод, который уже может спокойно выполнить боевую задачу. 50% военнослужащих пришли в механизированный батальон из Борисовского учебного центра. Сегодня у них первое полевое занятие в составе подразделения. Водить машину весьма интересно. На протяжении своего учебного полугодия водил машину порядка 30 раз. С Марден ездили около 80 километров. Суточные вождения, а также дневные, на которых и практиковали свои навыки. Марк Горонин окончил профессиональное училище. Работал электриком. Но, как говорит парень, в жизни чего-то не хватало. Служба в армии изменила приоритеты. Планы на будущее я построил. Оттолкнувшись от того, какая у меня была жизнь до этого. И в армии, как-никак, много времени на то, чтобы все переосмыслить, порассуждать. Построить для себя что-то более наилучшее, более грандиозное. И есть стимул двигаться куда-то выше. Одна из целей, которую поставили для себя военнослужащие подразделения – участие в армейских международных играх. Войти в состав национальной сборной – задача сложная, но выполнимая. На каждом занятии экипажи выкладываются по максимуму. Быть лучшими – это не просто статус, а тяжелый, кропотливый труд. И мотострелки к нему готовы. В начале декабря на одном из полигонов в Брестской области белорусские летчики впервые отработали уничтожение воздушных целей на истребителях Су-30СМ. Обеспечением полетов занимались сразу несколько подразделений ВВС и войск ПВО. Что происходило на земле во время тренировки в воздухе – в нашем репортаже. За несколько дней до появления над Полезским полигоном первых самолетов здесь уже вовсю шла работа по подготовке к боевым пускам ракет класса «Воздух-воздух». За безопасность маневров и своевременное предоставление информации авиаторам отвечали специалисты Центрального командного пункта ВВС и войск ПВО. Перед выполнением боевой задачи мы согласовываем время и во взаимодействии с гражданским сектором все полеты на данной территории прекращаются. Наша задача – обеспечить безопасность воздушного пространства в данном районе, не допустить здесь полета малоразмерных целей гражданских судов. Комплекс средств авторизации «Бор» позволяет вести управление различными средствами, также позволяет собирать информацию от всех радиолокационных подразделений. Параллельно своей навыке оттачивали военнослужащие 56-го полка связи. Совершив 300-километровый марш, специалисты менее чем за сутки обустроили полевой лагерь и приступили к тренировкам. В состав 56-го полка связи военно-воздушных сил и противовоздушной обороны входят подразделения радиотехнического обеспечения, которые непосредственно связаны с обеспечением полетов, посадка, обеспечение связи с бортами, самолетов, вертолетов. В ходе полевого выхода, конечно же, отрабатываются нормативы по развертыванию и обеспечению связи, набору связей в соответствии с распоряжением, с отдельными учебными задачами. Для бесперебойного обмена данными между летчиками, наземными службами и руководством полетов связисты развернули сразу несколько станций. Мы организовали радиорелейный ствол между нашей станцией и станцией, которая находится в Альманах. Они дальше нам проключили связи все, которые мы проключили на аппаратные, типа, борт. Комплексная аппаратная связи Р-409 МБ-1К может работать как в радиорелейных стволах, может работать по медным линиям связи, также может работать по оптоволоконным линиям. И вот в воздухе над полигоном пилоты Як-130 сбрасывают специальные осветительные бомбы, которые распадаются на несколько горящих факелов. На них наводятся летчики-истребители на Су-30СМ. Проделанная специалистами работа на земле позволила в том числе показать отличный результат в небе. Все мишени успешно поражены. Следите за актуальными армейскими новостями на сайте воен-тв.мил.бай и подписывайтесь на наш канал в YouTube. На сегодня это все. Вы смотрели Анфас. С вами был Николай Анисимов. С Новым годом и Рождеством! Мирного неба вам! И до встречи на канале СТВ. Субтитры подогнал «Симон»